Добрый день, с вами канал Простые Решения и тема сегодняшнего урока обработка потока данных. Представим, что перед нами стоит следующая задача. На вход программы поступает поток данных, то есть последовательность целых чисел, которые заканчиваются нулем. Требуется найти сумму элементов в этой последовательности. Итак, у нас вводится число, вводится, вводится, пока не введется 0. 0 признак окончания последовательности и тогда цикл заканчивается. Поэтому цикл у нас должен быть пока x не равен нулю. То есть пока мы не ввели 0, мы добавляем x к сумме и вводим следующее число, чтобы на следующей итерации опять добавить x сумме и опять ввести следующее число. Вопрос здесь заключается вот в чем. Откуда мы возьмем x первый раз? Значит мы до цикла должны ввести x, чтобы он был чему-то равен, чтобы сравнился с нулем. Итак, давайте посмотрим на примере. Мы задаем сумму, равную нулю, затем вводим первый раз, то есть вводим первое число. Далее у нас идет цикл, пока x не равен нулю. x у нас уже есть, значит мы можем спокойно x сравнить с нулем. И если, допустим, мы сразу же ввели 0, то значит весь цикл выполняться просто не будет и программа закончится. Ну а если мы ввели не 0, то тогда мы должны добавить этот x к сумме и ввести следующее число, которое на следующей итерации проверится опять же, не введен ли был последним вот этим действием 0. И если это не 0, то опять прибавится к x. Здесь x в самом конце для того, чтобы мы заново проверяли вот этот вот x на входе в цикл. Ну и после отработки цикла нам, конечно же, нужно вывести нашу сумму. Используем оператор print и выводим нашу сумму, которую мы накопили в ходе работы этого цикла. Задача под буквой А. На вход программы поступает неизвестное количество целых чисел. Ввод заканчивается нулем. Нам нужно определить, сколько получено чисел, которые делятся на 3. Давайте рассмотрим пример. Здесь у нас есть последовательность чисел, которая заканчивается нулем. 0 признак окончания последовательности и в последовательность не входит, то есть не учитывается и не обрабатывается. Дальше мы смотрим. Нам нужно узнать количество чисел, которые делятся на 3. Это 12, это 63, это 3 и это 9. Их у меня получается 4. И программа выводит четверку. Итак, для начала мне нужно задать количество чисел, которые у меня будут кратны 3. Изначально я ни одного такого числа еще не нашел, поэтому я обнуляю этот счетчик. Далее мне нужно ввести первое число обязательно до цикла. Назовем это переменной n и введем с клавиатуры это число. Затем мы сделаем цикл, пока n не будет равно 0. И что мы делаем, пока n не будет равно 0? Мы будем анализировать число, которое мы уже ввели до цикла. Почему мы делаем ввод до цикла? Дело в том, что цикл у меня работает, пока n не равно 0. То есть сразу же происходит сравнение n с 0. Но если я не введу вот этого числа до цикла, то и значит нечего будет сравнивать с 0. Поэтому мне нужно обязательно первое вот это вот число, мне оно такое особенное, я ввожу его до цикла. И значит, чтобы это число мне никак не потерять, мне нужно начать цикл с обработки этого числа. Я пишу, если это число у меня делится на 3, значит, что остаток от деления на 3 у него равен 0. То есть если это так, то я счетчик K свое увеличиваю на единицу. Ну и если это не так, то я, следовательно, просто ничего не делаю. Итак, смотрите, еще раз. Мы ввели количество чисел, которые делятся у нас на 3, пока что 0. Ввели первое число. Затем мы сразу же это число проверяем, если оно у меня делится на 3, то я увеличиваю счетчик на единицу. И теперь я должен ввести новое число. То есть делать опять же вот это действие. Затем у меня после ввода этого числа оно пойдет опять на проверку while. И если n не равно 0, то будут производиться опять те же самые действия. Здесь очень важно, что делать это в самом конце, так как 0 у меня не должен обрабатываться. То есть не должен заходить на этот if. И если я в конце введу вот этот вот 0, то значит я сюда пойду и здесь уже сразу же 0 сравнится с 0. И если это будет 0, то значит это условие не выполнится и значит цикл закончится. Поэтому здесь важна именно эта последовательность. Вводим первое число, анализируем число и вводим следующее, которое опять же пойдет на анализ, если оно не равно 0. Ну и в конце мы должны вывести это количество, которое у нас получилось. Итак, за это у нас отвечает переменная k. Давайте запустим нашу программу и попробуем ввести наш пример. 12, 31, 63, 25, 3, 9 и 0. И мы видим, что программа нам вывела 4. Задача решена верно. Задача под буквой b. На вход программы поступает неизвестное количество целых чисел. Ввод заканчивается нулем. Нам нужно определить, сколько получено двухзначных чисел, которые заканчиваются на 3. Эта задача очень похожа на предыдущую. Единственное здесь отличие от того, что нам нужно найти числа, которые не делятся на 3, а заканчиваются на 3. То есть последняя цифра этого числа должна быть троечка. А также число обязательно должно быть двузначное. Давайте посмотрим на примере. Здесь у меня есть числа, которые делятся на 3. Допустим, 12, 3, 9. Но они нас не интересуют. Почему? 3, 9 это у нас числа не двузначные. А вот 12 делится на 3, а не заканчивается на 3. Здесь нас интересует именно, чтобы они заканчивались на 3. И здесь есть только одно такое число. Это 63. Оно и двузначное, и заканчивается на 3. Итак, начнем опять же. Нам нужно считать количество таких чисел, поэтому я задам счетчик K. И изначально его обнулю. Я пока что не нашел ни одного такого числа. Затем я произвожу первый ввод числа до цикла. Итак, произвожу обычный ввод с клавиатуры, int от input. Дальше создаю цикл, пока n не равно 0. Опять же, пока мы не ввели 0, мы делаем следующее действие. Начинаем цикл мы сразу же с проверки, так как первое число мы уже ввели до цикла. Итак, если n у меня будет оканчиваться на 3, что это значит? Значит, что остаток от деления на 10, это и есть последняя цифра, у нас равно троечке. А также у нас есть еще условие, что они должны быть двухзначными. А значит, наше n должно быть строго больше 9. Значит, оно будет у нас как минимум десяткой, так как числа у нас сказаны, что целые. А также это число должно быть меньше, чем 100. Так как, опять же, числа у нас целые, то минимальное число целое, которое меньше 100, будет 99. Таким образом, нам нужно эти два простых условия объединить с помощью end. То есть, и у нас получается последняя цифра, это троечка, и у нас это число больше 9, то есть начиная с десятки, и число у нас меньше 100. То тогда делаем. Что? Тогда мы увеличиваем k на единицу. Ну и, как и в предыдущем примере, мы должны ввести новое n. n int от input. В конце, после обработки всего этого дела, нам нужно вывести это количество. То есть, вывести k. Итак, давайте посмотрим теперь, как будет выглядеть полностью наша программа, и еще раз ее прогоним. Изначально задаем счетчик, равный 0. Вводим первое число. Если это число заканчивается на 3, и при этом оно больше 9, и при этом оно меньше 100, тогда мы k увеличиваем на единицу. И вводим следующее n, чтобы опять начать этот же анализ. Ну и в конце выводим k. Давайте запустим нашу программу, и будем вводить числа. 12, 31, 63, 25, 3, 9, 0. И у нас выводится единица. Также можно немножечко программу модернизировать. То есть, чтобы она была понятней, наверное, мы сделаем вот так вот. Больше либо равно 10. То есть, начиная от 10, и здесь я сделаю меньше либо равно 99. Это будет то же самое. То есть, мы вот эти границы просто включили сейчас 10 и 99. Это числа, получается, будут только двузначные. Больше либо равно 10, и меньше либо равно 99. Давайте еще раз запустим нашу программу, и еще раз проверим, что она работает правильно. 12, 31, 63, 25, 3, 9 и 0. И программа опять же вывела единичку. Задача решена верно. Задача под буквой С. На вход программы поступает неизвестное количество целых чисел. Вот заканчивается нулем. Нам нужно найти максимальное из введенных четных чисел. Итак, вот у нас есть последовательность. Она заканчивается нулем. И нам нужно найти максимум, но обязательно, чтобы максимум был четным. Итак, мы видим, что здесь самое большое число это 63. Но 63 нечетное число, и значит не может быть нашим максимумом. А из оставшихся здесь у меня максимальное число, четное, это 32. Оно и будет являться нашим максимумом. И должно вывестись в программе. Итак, давайте приступим к решению этой задачи. Давайте будем производить обычный ввод, как мы делали до этого. То есть вводим первое число, int от input, и затем будем организовывать цикл. Пока n у нас не равно нулю, мы делаем следующее действие. Что мы делаем? Мы должны наше n теперь сравнить с максимумом. Но дело в том, что максимума у меня пока что нет, и мне нужно его чему-то задать. Какие здесь есть варианты? Ну, первый вариант это максимум задать какому-то очень-очень маленькому числу. Так как, чтобы я ввел, когда первое четное число, у меня сразу же максимум переприсвоился на него. То есть здесь именно важно, что наоборот максимум я делаю самым маленьким, а не самым большим. Если я максимум сделаю, допустим, там миллион, то у меня вот это число никогда не перебьет этот миллион. И, по сути, здесь таких чисел нет, не будет миллиона, а максимум так и будет миллион. Поэтому здесь я делаю самым минимальным, чтобы, когда я встречу четное число, любое, да, оно сразу же у меня переприсвоится наш максимум. Итак, мы должны сравнивать с нашим максимумом. То есть если n будет больше максимума, и при этом наше n должно быть четным. И при этом n в остатке деления на 2 будет давать нолик. То есть будет делиться на 2 без остатка. То есть если у меня и n больше максимума, и при этом n у меня четное, тогда я должен увеличить количество... Тогда я должен переприсвоить наш максимум. То есть теперь тогда это будет наш максимум. То есть это число будет нашим максимумом. И затем я должен ввести опять же число n. Итак, int.input ввели. И в конце нам нужно будет просто вывести наш максимум. Итак, давайте попробуем на этом примере, работает ли наша программа. Итак, я ввел 2, 31, 63, 25, 32, 9 и 0. И как вы видите, программа работает правильно. Но что здесь не очень хорошо? Нам не сказано, что числа будут вводиться только положительные. Нам сказано, что они будут вводиться целыми. Значит, чисто теоретически у нас могут вводиться числа, которые еще меньше этого. И тогда у нас получится такая штука, что наш максимум будет считаться неверным. Поэтому мы не можем задать вот это число. Какие есть варианты? Допустим, мы можем максимум задать первое число. Ведь оно у нас есть в последовательности, да? Но суть вся в том, что вот это первое число, оно может быть нечетным. И тогда оно не будет удовлетворять нашему условию. Допустим, я первое число ввел 9999. И оно тогда будет самым большим. И не выполнится вот это условие, что следующие числа, они будут больше максимума. Хотя я буду сравнивать ненужное мне число, буду сравнивать нечетное, буду сравнивать с четным. Поэтому я тоже так не могу сделать. Как же тогда выйти из этой ситуации? Давайте сделаем так, чтобы у меня изначально был какой-то цикл до того момента, пока я не веду четное число. И как только я веду четное число, оно у меня будет как раз-таки и максимум. То есть вот эту часть мы оставляем точно так же. А вот с первой частью для определения первого максимума мы напишем отдельный цикл. То есть пока я не ввел, что пока не ввел я четное число. Пока n у меня, пока n mod 2 не равно нулю. То есть пока у меня n нечетное, меня такие числа не устраивают. Допустим, выводились 1, 5, 7 и так далее. Мне они не нужны. Мне нужно найти первое четное, чтобы его задать максимуму. Поэтому я пишу, если у меня n нечетное, я произвожу следующий вот n. И цикл, смотрите, закончится тогда, когда у меня n будет четным. То есть когда я введу четное число, допустим 6, тогда это условие станет ложным. И все. И n останется четным. Ну или если я сразу же вот здесь вот ввел четное число, да, то есть если первое число, вот это мое четное, значит вот этот цикл, он не выполнится. Значит у меня n так и останется. То есть сюда оно не зайдет, новое число не будет вводиться. То есть допустим, как у нас в примере, сразу же велась двойка. Двойка вот этого условия делает ложным. Значит этот цикл не выполнится ни разу. И тогда мы можем спокойно максимум задавать нашему n. То есть давайте еще раз попробуем рассмотреть вот эту вот программу. Итак, мы вводим первое число. Если оно будет у меня четным, значит этот цикл не выполнится ни разу. И я сразу максимум присваиваю первое четное число. Если же я первое число ввожу нечетное, то тогда у меня заходит цикл. И этот цикл будет вводить числа, которые мы никак не будем обрабатывать. Но мы будем ждать, пока будет число четным. Как только оно станет четным, из этого цикла мы выйдем. И как раз максимум присваиваем n. То есть вот здесь мы что определяем? Вот этой всей программой мы сделаем так, что у меня в максимум записывается первое четное число. Так как мне нужно сравнивать именно с четными числами. И дальше пройдет уже все то же самое. У нас будет сравниваться с n будет сравниваться с больше ли он максимум. Тут получится двойное сравнение. То есть то число, которое я ввел, оно у меня максимум, оно мне сравнится с самим же собой. И как бы тут просто ничего не переприсвоится. И ведется следующее. И так уже пойдет отсюда запустится вся работа нашей программы. Давайте запустим нашу программу. И еще раз попробуем посмотреть, как будет работать она в деле. 2, 31, 63, 25, 32, 9 и 0. Получается 32. Задача решена верно.